Встречаем нашу следующую историю. Субин прислал эту историю. Субин. Здравствуйте, я учусь на первом курсе и живу в Тэгу. Я не из тех, кто показывает Игё, как девушки из Кюнсана, которые смущаются даже при малейших комплиментах. Во-первых, мама воспитывала меня одна. Когда я был маленьким, мои родители развелись, а моя мама содержала всю семью. Даже когда мы не были богаты, я всегда благодарил маму, которая позволила нам поехать за границу, и за то, что позволила мне делать то, что я хотел. Я очень благодарен, и я так сильно люблю её. Но после 10 класса мне так неловко говорить, что я люблю тебя, мама. Я очень хочу сказать, что я люблю тебя и благодарен тебе, а также обнять её. Но это не так просто сделать. Как мне это сделать? Это тоже моя тревога. Я тоже не могу этого сказать. Мои родители тоже не могут мне это хорошо выразить. Я не пытаюсь разделять регионы, но у Кюнсана есть такая особенность. Но я уверен, что она знает, что вы её любите. Родители, они ведь... Я тоже очень люблю своих родителей. Но я не могу сказать им это, когда я с ними. Но есть что-то в моём сердце. Иногда я просто позволяю себе сказать, «Мама, я люблю тебя». И она такая, «Что ты сказал?» «Я люблю тебя». «Что, что ты сказал?» Это примерно так происходит. «Я люблю тебя». «Я люблю тебя». Вот так. Если вы придерживаетесь этой концепции, это убивает двух зайцев одним выстрелом. Я только что сказал, что «люблю тебя четыре раза». Вы должны это выразить. Но слово «любовь» имеет большой вес. Люди бы разделили это. Это то, что вам нравится, то, что ты любишь. Эмоции, симпатии также являются любовью. Чувствовать, что тебе что-то нравится, это тоже любовь. Итак, когда многие люди говорят о любви, я всегда думаю, что это отношения. Но это не так. Глядя на домашних животных, даже глядя на этого друга, такого милого, это любовь. Так вкусно пить кофе. Это тоже любовь. Я не думаю, что нам должно составлять трудность сказать это. Это не такая уж и тяжелая тема, признаться в любви. Это всегда было в истории. Итак, буду читать следующую историю. Рассказ «Чую года». А я отдал все свое сердце моей любимой собаке, которая спустя 10 лет прошла по радужному мосту. И вот уже 6 месяцев, мой щенок – звездочка на небе. Но я не могу свыкнуться с этим и не хочу забывать свою собаку. Тяжесть тоски стала тяжелее. Щенок, проходящий мимо меня, и щенки по телевизору, они очень милые. Но я так расстраиваюсь, что мой щенок не будет в семье и не будет любим. Любовь побеждают другой любовью. Можно ли таким же образом вылечить печаль потери питомца? Пожалуйста, поделись своей мудростью со мной. А вот почему в «Пипл Патту» есть реплика. Отчего печальна разруха? Страх на самом деле делает нас грустными. В этом мире нет ничего вечного. Мы обещаем навсегда, но мы не можем быть вечными. Я тоже умру. Поэтому я надеюсь, ты сможешь противостоять этому. Я надеюсь, что вы сможете принять печаль в своем сердце. А потом вы сможете полюбить другого щенка. Какими прекрасными будут те времена. Но щенку 10 лет, в народе это называют пушистой малышкой. Я знаю, как это, когда твой щенок покидает тебя. Но что я должен сказать? Я надеюсь, что у вас все это пройдет естественно. Сделать что-то, чтобы забыть этого друга или жить с другим другом. Я не думаю, что это хорошо для Чой Года. Это не здорово. Как можно больнее. После того, как вы столкнулись с такой печалью. Я думаю, еще не поздно подумать. Я думаю, что щенок, который вас бросил, не хотел, чтобы вы грустили. А вы продолжаете. Я думаю, щенок не захотел бы, чтобы вы грустили из-за того, что он вас бросил. А в любом случае... Грустно, когда кто-то уходит от тебя. Я думаю, что у тебя здесь. Все. Спасибо за captured BY